Всем привет! Сегодня я расскажу о первых двух курсах обучения в Арнему имени Пирогова. Это особенно подойдет ребятам, которые мечутся между какими-то университетами, или только-только поступили в Арнему имени Пирогова, или хотят сюда поступить, или ребята, которые хотят узнать, как учиться в самом сложном университете России, хотя я, в принципе, так не считаю. Здесь я больше расскажу о своих впечатлениях, нежели о каких-то организационных моментах, проведении занятий, коллоквимах. Это вам, в принципе, могут рассказать преподаватели. Поэтому здесь сугубо мое мнение о двух первых годах обучения к нему. Подобные видеоролики, в принципе, есть на Ютубе, но отзывов много не бывает. Сейчас я перешла на четвертый курс, и сразу хочу отметить, что я не зубрила, я не круглая отличница, я не везунчик, мне не везло с преподавателями все эти годы, и я не подлиза, я не выпрашиваю там себе какие-то оценки. Я все учила как надо, весь объем, каждому занятию я старалась не накапливать долги. И за все обучение я прошла и огонь, и воду в преподавательском составе, то есть я увидела все краски нашего университета. И сразу хочу отметить, что я ни разу не спала меньше восьми часов, по крайней мере из-за учебы. То есть не было такого, что я училась допоздна, из-за этого там поспала два-три часа. Нет, такого не было. Я даже предпочитала что-то неудоучить, но лучше поспать, потому что отдых для меня был на первом месте. На первом курсе я училась в основном по выходным. В будни я повторяла материалы и отдыхала. А на втором курсе я из-за большого количества работы, я постоянно училась. И в выходные, и в будни, и отдыха там толком не было. Начну я с первого курса, хоть он и был давно, но помню я его достаточно хорошо. Большая часть первого семестра прошла, к сожалению, в дистанте. Но, как показала практика, дисциплины, которые были пройдены студентам в дистанте, они у него и хромают. Поэтому не могу сказать, что я прям очень хорошо знаю то, что мы проходили на дистанционном обучении. Но, в принципе, если это повторить, это все вспомнится. Но это очень хорошо видно на студентах более старших курсов, что материал этот плохо усвоен. И первое, с чем вы столкнетесь, это, конечно же, анатомия. На первом занятии нам показали позвонок, ребра. И мы в очень смешанных чувствах его рассматривали, потому что это были настоящие препараты. И потом с грустью ушли домой, потому что оказалось, что надо было очень-очень-очень многое учить. И на стеологию я помню свой переломный момент. Это когда мы проходили кости предплечья. В этот вечер я начала их проходить, и я реально заплакала, потому что там было очень много латыни, очень много терминов. И для меня это был переломный момент, когда я поняла, что куда я попала, сколько тут надо всего учить. Но, в принципе, с каждым месяцем память все улучшалась. Те же объемы информации можно было пройти за менее короткий срок. И информации, в принципе, становилось больше, но запоминалась она легче. Из-за анатомии у меня добровольно ушли несколько знакомых. И больше пяти человек из моего круга общения их отчислили. Они ушли в комиссию, их отчислили. Костя я в основном учила по карточкам. Другие модули я учила в основном по каким-то студенческим методичкам и по методичкам Гэй Воронского, а также по видеороликам в YouTube. Атласы и книги, которые нам выдавали в библиотеке, я практически не открывала. Биология. Биология прошла просто прекрасно, потому что в первом семестре нас миновал тот самый жесткий препод, наверное, которого просто все боятся. Он не смог с нами заниматься на Дистане, и у нас на Дистане был просто замечательный, великолепный преподаватель. И во первом семестре очень хорошо помогают знания со школы, особенно вот всякой генетики. Ну а во втором семестре он тоже повел с преподавателем, и все эти паразиты... Конечно, было тяжело учить, но я себе делала карточки и постоянно повторяла эти латинские названия. И из-за этого мне было не так сложно. Также, когда я заполняла тетрадь, которую надо купить к занятиям, в принципе, когда ты ее заполняешь, циклы вот этих паразитов, они более-менее запоминаются. Но я точно не помню, как проходил коллоквиум, нужны ли там были эти циклы. Но вот основную информацию я всегда учила. Там еще была методичка кафедральная по паразитам, и в принципе, всю основную информацию я брала оттуда, и на коллоквиуме отвечала нормально. Главное по биологии учить все хорошо к парам, чтобы потом коллоквиуму это все просто освежить в памяти, повторить, а не учить как-то по новой. И экзамен проходил достаточно хорошо, большинство преподавателей там настроено, чтобы всех закрыть. Но мне, к сожалению, не добавили 2% обещанных, сказали, что надо идти к заведующему разбираться, а заведующий неизвестно, когда будет. Поэтому, в принципе, мне сказали, что проще будет согласиться на четверку. Ну, я, в принципе, так и делала, из-за чего немножко все-таки пожалела. Ну, и как же не рассказать о кафедре гистологии, которую все очень-очень боятся. Но, как по мне, это очень приятная кафедра, очень организованная, с очень хорошей заведующей. В коллоквиуме, конечно, проходит страшно, но если ты знаешь их кафедральные методички, посмотрел лекции, еще посмотрел консультации перед коллоквиумом, то не сдайте это на 100 раз. И сами преподаватели, если они видят, что у человека знания все-таки есть, они его могут навести на какой-то ответ, поддержать. Ну, и сами преподаватели, которые ведут семестр, у меня были очень хорошие, не лайт, но они очень адекватно опрашивали в конце пары и балом тоже не обидели. С остальными предметами у меня особых проблем не было. Да, в виде исключения есть жесткие преподы, но каждому преподу можно найти свой подход и, в принципе, закрыть предмет достойно. Все студенты, у которых я спрашивала о рневоме Пирогова, мне в один голос говорили, главное не копить долги. И, скорее всего, вот этот страх не накопить долги, он мной и управлял, потому что вот в этом страхе прошли все мои два года обучения, даже три, потому что я очень боялась копить долги. Вот, и как итог, у меня за весь первый курс был только один долг по анатомии. И тот, потому что преподаватель знал, что я знаю лучше, и просто предложил получше подготовиться, чтобы ответить на более высокий балл. Поэтому, ребят, если у вас есть желание, если у вас есть мотивация, вы обязательно справитесь с первым курсом, даже если вы будете накапливать долги. Это все потом можно разгрузить, все можно сдать. И если вы поступали по своей воле, по своему желанию, то у вас все обязательно получится. И теперь перейдем к самому сложному, по моему мнению, курсу, ко второму. Весь второй курс у меня прошел в панике, я просыпалась, засыпалась, с мыслью, а как мне пережить следующую неделю? Слишком много задач, слишком много материала, как мне это выучить, потому что очень мало времени. И я училась все выходные, я училась все будни, я даже не позволяла себе посмотреть, сериал во время еды. Очень было тяжело. Но я, конечно, спала по 8 часов, но все равно для меня сон оставался на первом месте, я могла что-то недоучить, но поспать. Но все равно это был очень жестокий курс. Анатомия там даже казалась уже отдыхом, потому что по анатомии были темы более интересные, более понятные, там было, по-моему, меньше даже латыни, да, и преподаватель у меня был очень хороший. Что не скажешь, вот как раз о биохимии. Там реально надо было постоянно учить кучу формул, кучу теории. Эти формулы надо знать каждому занятию, и на неделю дается очень-очень много материала. Там можно было учить это по видеороликам, но там есть методичка, которую вам, конечно же, наверное, расскажут другие студенты. Но и эти формулы запоминать было очень тяжело. Кому-то они давались хорошо, но у меня мозг вообще на формулы не настроен. Благо я там себе придумала лайфхак перед экзаменом, но это уже было поздно. Если вам будет интересно, я, в принципе, могу записать видеоролик, как я эти формулы учила. Биохимия, конечно, была очень интересной. Все зависит от преподавателя. Если у вас лайт препод, вы даже можете спокойно получить автомат. Но если у вас лайт препод, и вы плохо учите материал, то потом на следующих курсах, на других дисциплинах вам будет сложнее, потому что вам это надо будет что-то повторить, что-то выучить заново, потому что эта информация потом может встречаться везде. И по студентам тоже я вижу, что у кого был лайт препод, что они на каких-то дисциплинах им тяжело. И если у вас тяжелый какой-то, очень жесткий препод, то вы, наоборот, учите слишком много, порой слишком много. Прям то, чего вам кажется, что не надо учить, но потом вы будете достойно знать этот предмет, и это вам поможет на дальнейших дисциплинах, но вам надо потратить кучу денег на вазелин. Проблема в том, что все эти десятки и десятки формул надо знать коллоквиуму, и весь этот модуль надо повторять заново, и ты читаешь, и ты как будто все заново проходишь. Потому что эти формулы, как я повторюсь, у меня вообще не шли, и мне их приходилось очень-очень долго учить, особенно перед коллоквиумом. Многие студенты получают по биохимии автомат, это 90+, рейтинг за оба семестра. Также по вашему выбору, вернее, как вас запишет староста в ходе очень-очень страшных там манипуляций, у вас будут предметы по выбору, но на них тоже особой нагрузки не будет. И давайте перейдем к микробиологии. У меня опять-таки там был очень жесткий препод. К сожалению, в ноябре я заболела ковидом, у меня было три недели больничного, я не могла никуда выйти, там и карантин был, поэтому физически я не могла приходить на пары. Но этого преподавателя не волнует ваша уважительная причина, и если ты пропустил занятие, то ты обязан написать конспект от руки на 10 листов А4. Это даже страница получается, страница. И это было очень жестко, потому что ты тратишь часы, стираешь просто пальцы в мясо. Я еще была больна с температурой, чтобы написать эти конспекты. В общей сложности мне пришлось писать 30 страниц вот этих конспектов. И плюс я пропускала коллоквиумы, поэтому у меня... А нельзя сдать коллоквиум новый, пока не сдам предыдущий, поэтому у меня там еще и коллоквиумы накопились. И у этого преподавателя, если ты пропустил коллоквиум, ты не можешь получить выше семерки, как бы ты ни отвечал. Поэтому стоимость моей болезни была очень низкий рейтинг к экзамену. Но не все преподаватели на кафедре микробиологии такие. Есть очень хорошие преподаватели, с которыми вы реально будете знать микробиологию. Есть и лайт-преподаватели. Поэтому все зависит тут от препода и от вашего желания изучать этот предмет. Поначалу было очень интересно. Мы красили бактерии, сами все высушивали. Это было очень интересно. А на втором семестре там пошли уже конкретные бактерии, вирусы. Это было очень тяжело. Но опять-таки у меня там был свой лайфхак. Если вам это интересно, я тоже могу об этом записать в видеоролик. Ну и самая жесть, как по мне, это, конечно, кафедра физиологии. Тут мне попался очередной жесткий препод. Да и, в принципе, на кафедре по пальцам можно сочетать нормальных преподавателей. Проблема в том, что большинству не нравится кафедральный учебник, потому что в нем либо мало информации, либо им что-то не нравится конкретно в этом учебнике. И студент не знает вообще, почему ему готовиться к занятиям. Ладно, если это препод, который читает лекции, просто учишь его лекции и читаешь вот учебник кафедральный. В принципе, это кому-то может быть достаточно. Но это был не в моем случае, потому что у меня препод повторял дословно всю свою лекцию, на занятии спрашивал достаточно легкие вопросы, ничего такого прям глубокого, нового не рассказывал, а вот на колокнами отжигал. Там просто было невозможно догадаться, что в голове у преподавателя, какой ответ он хочет услышать. И ты сидишь, у тебя знаний достаточно кажется, что тебе достаточно, но он задает вопросы, которые нигде нет. Их нет ни в лекциях, ни в кафедральных учебниках, ни в иностранной литературе, их нет нигде. И это в принципе нормально, потому что преподаватели, они 40 лет в этой сфере работают, занимаются физиологией, и они спрашивают то, что они усвоили за все эти 40 лет. А студент, он этого не знает. И этой информации в принципе нигде и нет. И в принципе даже додуматься до таких ответов даже нереально. И ты идешь на очередную отработку. Кто-то отрабатывал по 6-7 раз. Ну, у меня рекорд был, по-моему, 4 раза. Итого, второй курс у меня прошел в бешеном темпе. Оглядываясь назад, я вообще удивляюсь, как я с этим могла справиться. Особенно вот в период, когда я заболела в ноябре, у меня там было больше 20 отработок, в том числе больше 4 колков. Я думала, что я возьму себе академ, потому что мне казалось, что это нереально. Но я справилась. Было очень тяжело, но я справилась. И для меня тот период — это пример, эталон моей учебы. Если у меня какие-то трудности, я вспоминаю, что я пережила такое, и мне сразу становится легче. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезно. Задавайте вопросы, пишите, что бы вы еще хотели узнать о нашем университете, или пишите о своем опыте в пироговке. Помните, что если есть желание, то будет результат. Из нашего университета выпускаются очень хорошие специалисты, которые выжили и забрали с собой очень-очень много знаний. Пока!